Здравствуйте! С вами программа Время Икса. Меня зовут Ксения Вишневская. Сегодня наша тема программы пойдет о том, как заблаговременно позаботиться об оформлении пенсионных выплат. В студии у нас начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Севастополе Танеева Надежда. Надежда, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что же за заблаговременная подготовка длительная к выходу в пенсию? Подробнее на этой теме. Будущим пенсионерам предоставлена возможность заблаговременной подготовки в целях обеспечения полноты пенсионных прав, которые будут использованы при назначении пенсии. То есть что это такое? Заблаговременная подготовка, она включает в себя оценку представленных документов для назначения пенсии, правильность их оформления. В результате заблаговременной работы человек получает консультацию и рекомендации о необходимости, допустим, предоставления дополнительных документов или дооформления тех, что имеются. Ну и оказывается, соответственно, практическая помощь в получении недостающих документов. Этот ряд мероприятий, он позволяет в установленной законодательством сроки насначить пенсию и обеспечить ее выплату. У меня такой вопрос. Насколько это заблаговременно нужно заниматься оформлением этих документов и, соответственно, обращаться за помощью? Заблаговременной работе мы приглашаем лиц, которые достигают пенсионного возраста за год-полтора, так скажем, до достижения. То есть мужчины это 60 лет, женщины 55. На сегодняшний день мы проводим заблаговременную работу с лицами предпенсионного возраста в 2019 году, так скажем. Главное, желательно, чтобы документы у нас попадали в пенсионный фонд для проведения заблаговременной работы не позднее, чем за 9 месяцев до наступления возраста. То есть мне еще рановато. Еще время есть. Хорошо. Скажите, куда все-таки те, кто планирует оформиться, заняться оформлением этих документов, куда обращаться? Неработающие граждане у нас обращаются в клиентские службы по месту регистрации или по месту проживания. Прием у нас специалисты осуществляют по предварительной записи и, соответственно, при приеме необходимо иметь все с собой документы. Что касается работающих граждан и индивидуальных предпринимателей, то здесь у нас работа проводится непосредственно с работодателями и все документы предоставляются работодателю для проведения заблаговременной работы. Скажите, вот у меня такая есть информация, тоже из личного опыта, что работодатели, они очень заинтересованы в оформлении документов на своих же сотрудников. Как вы считаете, как вы оцениваете вообще? С работодателями мы заключаем порядки взаимодействия по предоставлению документов на своих будущих пенсионеров в электронном виде. Согласно данного порядка, организация предоставляет нам в начале года список своих сотрудников, которые в ближайшие 12 месяцев достигают пенсионного возраста. И далее предоставляет скан копии документов по защищенным каналам связи с применением электронной цифровой подписи. На сегодняшний день у нас взаимодействие более чем 600 организациями города, но, к сожалению, есть и такие, которые не хотят. Что с ними делать? Здесь я хотела бы отметить, что основной государственной услугой, которую предоставляет пенсионный фонд, это все-таки является назначение и выплата, факт назначения и выплаты пенсии. Заблаговременная работа это более, так скажем, инициатива пенсионного фонда и помощь в сборе и обработке документов, то есть подготовке полного пакета документов для того факта, чтобы пенсия уже была назначена к тому времени. А скажите, какие документы вообще необходимо предоставить для рассмотрения в пенсионный фонд? Как в клиентскую службу, так и в кадровую службу необходимо предоставить оригиналы документов удостоверяющих личность, это в частности паспорт гражданина Российской Федерации, это СНИЛС, документы о трудовом стаже, основным документом является у нас трудовая книжка, документы о воинской службе или обучении. Кроме этого, предоставляется справка о заработной плате, ну, естественно, при наличии за 60 месяцев до 1 января 2002 года. Если у человека есть на руках какие-то другие для него, так скажем, значимые документы, то они также предоставляются в пенсионный фонд. У меня такой вопрос, а если, например, трудовая книжка была потеряна, и вот в этом случае что делать, и как быть? В данном случае трудовая книжка, она может быть заведен или дубликат, если этот человек работает, то есть он может обратиться в кадровую службу, ему заведут дубликат. Если нет, то тогда трудовой стаж весь подтверждается справками, выдаваемыми работодателями или архивными учреждениями, то есть за те периоды, когда протекала работа. То есть если у человека такая была география большая, то нужно будет запросы, или это уже в ФЦ можно обратиться? Ну вот для этого, в принципе, и построена заблаговременная работа, для того, чтобы мы специалисты пенсионного фонда все-таки оказали практическую помощь, поскольку иногда бывает, что и трудовая деятельность протекала и в других субъектах Российской Федерации, не только на территории города и на территории Украины. То есть, соответственно, направляются запросы, и на которые мы получаем ответы, и, соответственно, восстанавливаем людям стаж. Наверное, это в связи с этим все-таки сделали заблаговременный сбор всех, подготовка к... Да, такой срок специально, потому что, во-вторых, хотелось еще отметить тот факт, что если идет оценка пенсионных прав в рамках международного соглашения о гарантиях прав граждан-участников СНГ в области пенсионного обеспечения, то в данном случае для лиц, которые не имеют регистрацию на 18 марта 2014 года в городе Севастополе или Республике Скрым, то для этих граждан период работы с 1 декабря 1991 года подлежит обязательной проверке и подтверждению компетентными органами тех государств, где протекала работа. То есть, поскольку переписка с другими государствами все-таки занимает достаточно продолжительное время по истребованию документов, по подтверждению их, то, в принципе, такой-то срок и у нас и определен. Да. Скажите, то есть пенсию, я правильно понимаю, ну, то есть, когда у тебя приходит уже пенсионный возраст, и ты, например, не собрал какие-то документы, не позаботился об этом, то есть человек не сможет оформиться, и пенсия не будет начисляться или как? Я вот расшифруйте мне, пожалуйста, вот этот момент. Ну, я вам сказала, что не все у нас так. Основная услуга, которую предоставляет пенсионный фонд, это назначение и выплата пенсии. То есть, заблаговременная работа, это как бы первый этап по сбору документов. В любом случае, проводилась заблаговременная работа или нет, человеку необходимо обратиться с заявлением в пенсионный фонд для того, чтобы ему назначили пенсию. Представить те документы, которые у него имеются на момент обращения на руках. Так, а скажите, а если заблаговременная работа не проводилась, и, ну, то есть, что еще, вот, какой документ нужно принести там с собой или еще что-то? Ну, с момента подачи заявления о назначении пенсии у человека имеется трехмесячный срок для того, чтобы, так скажем, доистребовать, донести, что-то дооформить для того, чтобы у него в полном объеме была назначена пенсия. Ну, вы сами понимаете, или это полтора года, когда мы истребуем документы, в том числе из другого государства, или это какие-то три месяца. То есть, как бы, тут срок, разница во времени очень большая. То есть, я правильно понимаю, что ты в пенсионный фонд все привносишь, эти документы и оформление, то есть, у тебя там несколько походов. За заблаговременные ты приносишь документы, а потом за оформлением пенсии тоже, да, в пенсионный фонд нужно? Ну, заблаговременная работа, для неработающих, как я сказала, это в клиентской службе необходимо самостоятельно лично обращаться. Если это работающие через кадровую службу, они передают документы нам по защищенным каналам связи. То есть, человек в данном случае, не кадровый работник, пенсионный фонд не посещает. Что касается подачи заявления, то здесь есть несколько вариантов. То есть, можно обратиться самостоятельно лично в клиентскую службу, можно заявление о назначении пенсии направить по почте, можно отправить через многофункциональный центр или в виде электронного документа. Так, а напомните еще, где можно получить консультацию и куда отправить все документы можно будет? Консультации предоставляются у нас в клиентских службах по районам. Для работодателей консультации предоставляются в отделе оценки пенсионных прав застрахованных лиц. Мы находимся на Киевской, 11, Толстого, 35, кабинет 104. Хорошо. И у нас мало времени уже осталось, но все равно хочется к работающим еще людям вернуться. Все-таки как взаимодействовать с работодателем? То есть, если, например, уже пенсия у нас на подходе, какие документы и как взаимодействовать непосредственно с работающими людьми? Значит, работающему необходимо подойти в кадровую службу, представить свои документы, их отсканируют и, заверив усиленной электронной подписью, перенаправят в пенсионный фонд. А следить все эти этапы мы можем отследить по какой-то определенной системе? Процесс, как это все? То есть, по окончании проведения заблаговременной работы, человеку направляется уведомление, в котором будет все расписано, все его пенсионные права, какая заработная плата будет учитана, какие периоды трудового стажа войдут, какие требуют дополнительного подтверждения, какие запросы куда были направлены. И, соответственно, когда, в какое время необходимо уже обращаться для подачи заявления. Надежда, мне хочется, чтобы с ваших вкус тоже вы сказали, чтобы наши зрители заблаговременно обеспокоились о своей пенсии. Да, пенсионный возраст кажется далеко, но он оказывается очень близко, когда рано или поздно. Все-таки о пенсии надо подумать с молодым. Во-первых, иметь чистую заработную плату, не в черных конвертах, потому что с 2015 года у нас идут страховые взносы согласно нашей заработной плате. Ну и, соответственно, чтобы остальные документы, подтверждающие трудовую деятельность, были все в порядке. Для этого пенсионный фонд окажет содействие в истребовании необходимых документов, подскажет, где и как что-то дооформить. И обращаться к специалистам не стоит бояться. Не будем бояться. Спасибо вам огромное за то, что вы к нам пришли. А я напоминаю, что у нас сегодня была Танеева Надежда. Мы на этом с вами прощаемся. Меня зовут Ксения Вишневская. Это была программа «Время Икс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова